Донья Перфекта Я потрясена Признаюсь, я никогда еще не переживала за Хустину так, как сейчас Мы его потеряем, Донья Перфекта На этот раз мы его потеряем Диего Бланко? Есть человек, который сможет много рассказать вам о вашем брате Почему бы он не встретится с Хосе Игнасио Трассоне? Мой вам совет, дождитесь его То, что он вам расскажет, очень важно Вы не могли бы назвать мне фамилии людей, которых узнали на этой фотографии? Это невозможно Я знала их только по именам или по кличкам Вот этого называли отверткой, но я не знаю его фамилии Вот этот Роберто А этот по кличке священник? Как же его звали? Хосе Игнасио, по-моему Что все это значит? Как же я раньше не догадался? Как же я не понял? Эрте и Колумбия представляет Телевизионный многосерийный фильм «Вдова Бланка» По мотивам произведения Хулио Хименеса В фильме снимались Асвальдо Риос Мария Елена Доврин Консуэла Лусардо Альваро Байона Анна-Мария Ойос Леонор Гонсалес Мина Хулио Дальмар Матео Рудос Сантьяго Рудос Герардо Калеро Даниэль Арисе Анна Моника Сандра Перес Автор сценария Хавьер Карро Композитор Мигель Денарвайс Оператор Сезар Контрелос Продюсер Хуго Леон Феррер Режиссер Аурелио Валькарсель Корол Судя по вашим лицам Вы расстроены Из-за Хустину Бриньона Этому сеньору по-прежнему плохо Дима сказал мне сегодня утром Что он очень плох Почти нет надежды на то, что он выживет Я бы хотела его повидать Нам позволят его навестить, мама Нет, мои дорогие Это невозможно Посещения запрещены Он умрет, а мы так и не попрощаемся с ним Я знала, что с ним случилось что-то очень серьезное Вот как? И как же ты догадался? У детей сильно развита интуиция И они его очень любят Но они не просто его любят Они его боготворят Как бы мне хотелось, чтобы и со мной случилось нечто подобное Я бы посмотрел, станут ли они расстраиваться так же, как теперь Амадор Нет, нет, мама И не говори, что я преувеличиваю На этот раз я сказал правду Вы слишком заботитесь об этом сеньоре Как только вы узнали об его приступе Так сразу же побежали к нему Словно он ваш родственник Ты даже не подумала о Филиппе Оставила его, несмотря на то, что он болен Больше того, осталась больница на всю ночь Черт возьми, кто вам этот Хустину Бриньон, чтобы так беспокоиться из-за него? Амадор, я говорила тебе уже не раз, что сеньор Бриньон мне как отец И я не позволю, чтобы ты упрекал меня Конечно, я ни на что не имею права Любой незнакомец гораздо важнее, чем я, не так ли? Не будем спорить Нет, вы видите? Видите? Именно об этом я вам и говорю Я не имею права ни спорить, ни требовать Потому что меня сейчас же заставляют молчать До каких пор я буду терпеть, что я для вас ноль без палочки? Мне это надоело Конечно, я совершил много ошибок Но всякое терпение имеет предел У меня оно уже кончилось Если у тебя терпение кончилось, то у нас тем более Ты считаешь себя вправе с нас что-то спрашивать? Ты считаешь, у тебя есть моральное право на это? Оставим разговоры о моральных правах Ограничимся фактами Я не хочу, чтобы вы и дальше смотрели на меня как на чужака Или как на тень моего брата Или как на тень Хустину Бриньона Еще до того, как мой брат женится на иллюминате Они уедут отсюда, мы расставим все по местам Я требую, чтобы ко мне относились с подобающим уважением Потому что я занимаю место главы этого дома Но именно я глава этого дома, я! Дон Диего Дон Диего Дон Диего, что случилось? Почему вы не отвечаете? Я уже готов к отъезду Я заметил очень важную деталь, которую мы не рассмотрели до сих пор Подойди-ка Посмотри внимательно на этот снимок Но я много раз его видел Что случилось? Посмотри внимательно на этого человека Мехосе Игнасио Драссон Что в нем особенного? Посмотри хорошенько, Керубин Посмотри и скажи мне Разве это не один и тот же человек на этих фотографиях? Священник? Да Священник, который стоит сзади Алиси и Амадор Честно говоря, Дон Диего Я не могу утверждать, что это тот же самый человек На снимке он стоит в отдалении А я мог бы утверждать, что это один человек, Керубин Священник Именно так назвала его Мирта Каталина Священник И его прозвище подтвердило бы, что речь идет об одном и том же человеке Дон Диего И что вы предполагаете? То, чего мы не подозревали, Керубин Потому что от моего брата можно ожидать чего угодно Даже Даже фиктивного брака? Да Даже этого Представляешь, что это значит, Керубин? Нет Не может быть Обманщик Переодетый священником? Конечно А почему, по-твоему, его прозвище священник? Дон Диего, пожалуйста, не поддавайтесь эмоциям Речь может идти О двух разных людях Снимок нечеткий Я знаю одно Пока я не собираюсь никуда ехать, Керубин Дон Диего, но вы же решили Да, Керубин, ты правильно Сказал, решил Но это слишком важная деталь Ты не согласен? Я не собираюсь оставить неразрешенным свои сомнения Роберто Галвис был прав, когда уверял, что этот человек может многое рассказать мне о моем брате Амадоре Я не собираюсь уезжать, не поговорив с этим типом, Керубин Можешь мне поверить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да Да, да У меня тоже есть права И я заставлю себя уважать Я должен заставить Во что бы то ни стало Да Несмотря ни на что Я муж Алиси И ее дети Это мои дети Да Я покажу им, зачем вернулся Покажу Пожалуйста, Дон Диего, сбавьте скорость Мы разобьемся Я должен поговорить с директором тюрьмы Мне необходимо встретиться с этим типом и как можно быстрее Дон Диего, вы слишком нетерпеливы По-твоему, у меня нет причин для беспокойства? Если мой брат действительно сделал то, в чем я его подозреваю Он проиграл Он не имеет никаких прав на Алисию Хотя, честно говоря Я боюсь, что он уже предъявил свои права Значит, ваш дадя очень плох? На этот раз все серьезно, Дон Диафили Да Он лежал во дворе без сознания Несколько часов Не знаю, что с ним произошло Ноги совершенно разбиты Как ты благороден Фабиту Ты столько занимаешься этим стариком, и никто этого не видит Дон Фабио выглядит очень расстроенным Не так ли, Мегатео? Да, похоже Но кто знает, мы видим лицо А что у него на сердце и в душе? Честно говоря, я в нем не сомневаюсь Видимо, он очень переживает за Дона Хустина В конце концов, он его единственный родственник Я чувствую себя больше родственником, чем он Если бы я побеспокоился о нем раньше А не тогда, когда было уже поздно Теперь вы понимаете, почему я так волновался вчера Если Дон Хустини, то умрет Я не знаю, что будет Первым делом Я брошу этот отель Уйду отсюда Если он умрет, помните, что на нас вы можете рассчитывать Ты станешь свободен, любимый Подумаешь, что нет худа без добра Да, я на это надеюсь Дело в том, что я чувствую себя немного виноватым Если бы я зашел к нему вчера вечером Если бы я догадался Дело в том, что вчера в отеле было очень много клиентов И вот и человек, которого мы ждали А кто это? Это человек, с которым мы будем вести все наши дела Идемте со мной Доктор Маеча Вы, как всегда, очень пунктуальны Вы же знаете, я наполовину англичанин Имею удовольствие представить вам доню Офелию Чамор и ее дочь Клариту Это те сеньоры, о которых я вам говорил Очень приятно Нам надо о многом поговорить Конечно, мы обо всем поговорим Но лучше сделать это в моем кабинете Родриго Да, дон Фабио Я буду у себя в кабинете Пусть меня не беспокоит Да, сеньор, как скажете Сюда, пожалуйста Что еще придумал этот хитрец, дон Хуслер? Вы расстроены, Алисия? Не представляете, как, Димас Я очень переживаю за того, что случилось Я не могу поверить, что Дона Хустину бросили одного Я не имею в виду Мегатео Я знаю, он волновался и хотел его навестить Но Фабио Хустер виноват Фабио очень переживает Но если быть откровенным, есть в нем что-то такое, что меня всегда настораживало Я ему не доверяю Я тоже ему не доверяю Не буду этого скрывать У меня есть причина для этого, Алисия Однажды произошел инцидент, который заставляет меня усомниться в добых намерений Фабио Вы думаете, он посмел причинить вред родному дяде? Мы об этом узнаем, если Дон Хустина придет в себя и сможет говорить Но я на это не надеюсь Димас, скажите мне правду Алисия, мы не должны возлагать больших надежд На этот раз приступ был слишком сильным Бедный Его лицо было обожжено Должно быть, он слишком долго пробыл на солнце Длительное пребывание на солнце его не убьет У него будет больше язм на коже Но, Алисия, поймите В его состоянии Любая случайность может стать фатальной Ведь задеты все жизненно важные органы Сердце легкие Почки плохо работают Если он проживет несколько дней Это произойдет только благодаря чуду Димас Поэтому я и хотел вас предупредить, Алисия Я не хочу, чтобы это стало для вас сюрпризом Мне известно, что вы очень любите сеньора Бриньон Алисия, я повторяю Лучше не питать надежд Смерть Дона Хустина неотвратима Дон Диего, съешьте что-нибудь У вас нет аппетита? Нет Аппетита у меня нет, Керубин Если я пришел сюда, то только для того, чтобы составить тебе компанию Значит, у вас ничего не вышло? Вы не смогли поговорить с директором тюрьмы? Нет Не знаю, что у них за проблемы, но сейчас этот сеньор никого не может принять И, как назло, люди, с которыми я разговаривал, решительно заявили мне, что я не смогу увидеться с Тарасоной раньше, чем через две недели Но, Дон Диего, вы ведь не собираетесь оставаться здесь все это время? Вы сами сказали, что должны встретиться с вашим братом и Лаурентиной Урбиной Ты не представляешь, как бы мне хотелось с ними столкнуться лицом к лицу и наконец-то свести с ними счеты Но сейчас я не могу уехать из города Самое важное сейчас Это поговорить с Тарасоной или как там его зовут Боже мой Если бы кто-нибудь мог мне помочь Дон Диего, вам нужно успокоиться Вы слишком взволнованы А разве у меня нет для этого повода? У меня в голове тысячи вопросов, и только этот человек может на них ответить Дон Диего, если вы хотите чего-то добиться, наберитесь терпения Чтобы действовать, необходимо хладнокрови Да Возможно, ты прав, Керубин Терпение и еще раз терпение Да, наверное Именно Оно мне сейчас и нужно Терпение От этого зависит вся моя дальнейшая жизнь, Керубин Именно от этого Алло? Да, да, сеньор Вы не представляете, как я рада, что вы позвонили Да, она дома Сейчас я ее позову Донни Перфекта Дон Диего хочет с вами поговорить Алло? Сынок, как дела? Где ты находишься? Я все еще в нашем доме, в столице Хотел вернуться, но в последний момент у меня возникли проблемы, которые я должен решить Видимо, я задержусь еще ненадолго Скажи, а что мне делать с Лаурентино и Иллюминатой? С каждым днем они все более нетерпеливы Они требуют денег Мама, ради бога, повтори им то, что я сказал, пусть потерпят Подготовка к свадьбе приостановлена до моего возвращения в поселок, хорошо? Тогда почему ты сам не поговоришь с ними и не объяснишь им прямо сейчас? Мама, мне очень жаль, но у меня нет желания говорить с ними Если мне и хочется с кем-то поговорить, то только с Алисей Она дома? Я не могла скрыть от вас слова Димаса Вам лучше узнать, в каком состоянии находится сеньор Бриньон Нужно подготовиться к худшему Его не могут вылечить Димас был откровенен, Филиппо Будет лучше, если мы не станем питать больших надежд Мы очень любим вампира Бриньона И мы не можем смириться с тем, что он умрет И мы больше никогда его не увидим Это сложно, я знаю Трудно поверить, что такой добрый человек должен умереть Но, возможно, при его болезни так даже лучше Дети Сеньору Бриньону очень тяжело Он сильно страдает А мы должны быть сильными и должны постараться сдерживать эмоции Некоторым неприятна наша любовь к этому человеку Донни Алиси Донни Алиси, Донни Алиси просит вас к телефону Диего? Я должна с ним поговорить А мы можем поговорить с ним, мама? Нет Подождите меня здесь, пожалуйста Диего? Алиси, как ты? Как ты? Что-нибудь случилось? Нет, нет, все в порядке Я не собирался пробыть здесь столько времени Но дело усложнилось, и, возможно, я задержусь еще на несколько недель Диего, ради бога Я очень волнуюсь, что ты там делаешь? Алиси, несмотря ни на что, наши дела идут хорошо, уверяю тебя А вот ты, как я заметил, очень расстроена Что-то случилось? Сеньор Бриньон в больнице в тяжелом состоянии В любой момент мне могут позвонить и сообщить ужасную весть И, кроме того, ситуация в доме становится просто невыносимой Амадор начинает волноваться Всякий раз, когда он заявляет о своих правах Я сдерживаюсь, чтобы не крикнуть ему в лицо все, что мне известно Алиси Алиси, помни, что ты обещала дождаться моего возвращения Теперь я как никогда прошу тебя быть терпеливой Я уверен, вот-вот произойдет кое-что очень важное Диего, почему ты не хочешь сказать мне, в чем дело? Что ты там делаешь? Чего ты ищешь? Я не могу сказать, дорогая, пока не уверен в результате Могу сказать только одно Все должно измениться Я уверен, вот-вот произойдет нечто важное Поэтому верь мне Верь мне, любимая Наберись терпения И жди меня Жди меня, дорогая Я буду ждать И, пожалуйста, позвони, если что-то случится Я тебя очень прошу С кем ты разговариваешь? С моим братом Дай мне трубку Дай трубку, я сказал Диего Диего О чем вы с ним говорили? Что он тебе сказал, Алиси? Я должна сообщать тебе обо всех своих разговорах? Это твой долг Ты моя жена И я не потерплю секретов между тобой и моим братом Вы что-то затеваете Что вы от меня скрываете? Что мы можем скрывать? Скажи мне Он просто позвонил и спросил, как у нас дела Сказал, что задержится еще на пару недель Вот и все Чего ты боишься, Амадур? Думаешь, мы с Диего действуем против тебя? Это недопустимо, Донни Перфекта Диего задерживается еще на две недели Ведь его уже месяц нет в поселке Дела пошли не совсем так, как он ожидал И он сказал мне, что задержится Вы меня, конечно, простите Но вы должны признать, что ваш сын ведет себя неуважительно Я его невеста, а он не звонит мне Он мне должен был позвонить, прежде чем звонить вам И должен все объяснить, Иллюмината Почему ты не позвонишь ему сама и не скажешь об этом? А меня не нужно упрекать Мне трудно быть посредницей в ваших делах Я только пришла сообщить то, что он мне сказал Больше ничего Кончится тем, что у нас ничего не будет готово Ни к свадьбе, ни к путешествию У нас будут большие трудности, когда мы начнем делать все в последний момент Почему вы сами не позвоните? Вы прекрасно знаете номер телефона, по которому его можно найти И не доставляйте мне лишних проблем Мне достаточно своих собственных Прошу меня извинить, у меня дела Всего хорошего Я же говорила, она просто вредная старуха Но она права Я позвоню Диего Он обязан мне объяснить, почему столько возится с этой усадьбой Наша свадьба гораздо важнее Не звони ему, не звони Диего сам должен нам позвонить Да, нам нужны деньги, папочка Успокойся, детка Если Доня Перфекта не решается нам одолжить Мы достанем деньги другим путем Каким? Доверься мне, ты прекрасно знаешь Я не дурак Можно что-нибудь придумать И ни у кого ничего не просить Можно Я не заставляю вас учить все Но было бы неплохо, если бы вы запомнили название основных костей человеческого скелета Они все очень важны Что бы мы делали, потеряв хоть одну косточку? Кто назовет нам самую длинную кость человеческого скелета? Пожалуйста, Патриция Ну, давай Бедренная кость Хорошо Сразу видно, ты была очень внимательной Ладно, а теперь посмотрим сюда Кто может назвать мне вот эту кость? Пожалуйста, Бетта Это копчик, сеньор директор Ради бога, Бетта Боюсь, ты спустился слишком низко К концу позвоночника Потому что копчик именно здесь Хорошо, теперь начинайте рисовать их Тебе плохо, Филиппе? Филиппе Дуван Ты хорошо себя чувствуешь? Мы нужны вампиру Бриньону Он хочет нам что-то сказать Он должен нам что-то сказать Я совершенно спокоен Мне нечего бояться Как вы могли заметить Донни Офеля и ее дочка Полные дуры Это простые женщины из поселка Которые верят во все Что бы я им ни сказал Они верят всему, что вы говорите Потому что видно, что дочь этой сумасшедшей сеньора без ума от вас Если бы не этот интерес Они бы вам не доверяли Советую вам Думать над каждым своим шагом Все, что я до этого делал, прошло нормально, доктор Майеча Да, прекрасно Деньги переведены на ваше имя с полного согласия этой сеньоры Но если вы не хотите проблем, вы лучше скорее уехать Как я могу сейчас уехать? Ведь мой дядя при смерти Я смогу востребовать его наследство Я его единственный родственник Нет, доктор Майеча Я не могу от этого отказаться Его состояние гораздо больше, чем то, что я получаю от Дони Афелии Дорогой друг, главное вовремя унести ноги Это не тот случай Я только жду того, что принадлежит мне по закону А пока этот момент не наступит Я буду дурить голову Дони Афелии и ее дочке Кларите И до каких пор Вы говорили, что ваш дядя Уже несколько раз был при смерти Но всегда выживал Вдруг он выкарабкается и на этот раз Вдруг он проживет еще много лет Больше этого не случится, доктор Майеча Сейчас старик по-настоящему плох И я убежден, что он не протянет и двух дней Известие о его смерти придет очень скоро Вы не боитесь? Я боюсь только одного Он может прийти в себя и заговорить с кем-нибудь Мне придется постоянно за ним наблюдать Он может сказать что-нибудь не в вашу пользу? Нет, мне нечего бояться Я знаю, как он меня любит, а я люблю его Поэтому я должен пожертвовать собой и остаться с ним Любая жертва того стоит, если она принесет вам такое огромное состояние Дай бог, чтобы он умер побыстрее Будем надеяться И я получу все, что хочу И как мы уже договорились, вы получите свою долю за наше бесценное сотрудничество Надеюсь, приятно работать с таким молодым и умным человеком, как вы За осуществление ваших планов, Фабио Хустер Он не говорит, не думает и почти ничего не чувствует Он ужасно страдает Вампиру Бриньону плохо Иногда он осознает реальность и чувствует желание что-то сказать А что он хочет сказать? Ты не знаешь, Филиппе? Не знаю Это очень срочно и очень серьезно Он хочет рассказать нам об этом перед смертью Ему необходимо, чтобы рядом были мама или бабушка Что ты еще видишь? Нет, я больше ничего не вижу Все так не связано Тебе не кажется, что мы должны рассказать об этом маме? Она наверняка нам поверит Я вам верю, дети, конечно верю Как я могу не верить, если сама чувствую, что нужна сеньору Бриньону? Но объясните лучше, в чем дело? Я не поняла Нам сложно это объяснить, мама Мы не можем все четко сказать Ясно только одно Вы с бабушкой должны быть рядом с ним Чтобы он простился с нами? Нет, не только для этого Он хочет вам что-то сказать Что-то очень важное Мама, послушай, Филиппе Ему всегда не здоровится, когда он чувствует, что вампир Бриньон страдает Повидайся с ним, пожалуйста Да Завтра же я пойду в больницу с самого утра Надеюсь, Дима Спантоха меня поймет Нет, вам запретит не доктор Пантоха, а я, Алисия Поймите Я категорически против вашего визита к моему дяде Что плохого в том, что Алисия у него побудет Вы прекрасно знаете, что Дон Кустина любит ее гораздо больше, чем вас Не зная, как он там ее любит, я не стану с этим спорить Но для моего дяди не может быть никого важнее меня Его единственного родственника Я имею полное право запретить вам его беспокоить случайными визитами Я не буду его беспокоить Я только хочу увидеть его Я имею право требовать, чтобы ему дали спокойно умереть Я имею право, доктор, и вы это знаете Не будьте упрямым, Фабио У меня такие же права, как и у вас Если принять во внимание, что вы бросили его одного Если я и оставил его одного, то не ради удовольствия, потому что был занят в отеле Я заботился об его интересах Я не делал ничего недостойного, когда с ним случился этот приступ И не попрекайте меня, Алисия Достаточно и того, что я сам постоянно себя обвиняю Фабио, пожалуйста И хотя вы не хотите мне верить Нет никого, кто любил бы дядю так, как я Никого не было рядом с ним Только я один заботился о нем А вы, Алисия, кто вы такая? Кто вы такая, чтобы лезть в это дело? Занимайтесь своими проблемами, у вас их немало Займитесь детьми, мужем, домом, работой И позвольте мне самому позаботиться о своем дяде Потому что у меня никого нет, кроме него Никто к нему не войдет Я категорически против Для этого есть я Я сам буду рядом с ним в последние минуты его жизни Я буду с вами до последней минуты, Хустину Бриньон Я никуда от вас не уйду Это очень трудно объяснить, мама Нужно, чтобы ты или бабушка были подле него Он хочет рассказать вам что-то очень важное Я не хочу забегать вперед, дорогая Я пока не уверен в результатах Могу сказать только одно Теперь все изменится Я уверен Вот-вот случится нечто очень важное И это нам на благо Это правда Я совершил много ошибок Но вы не можете отказывать мне в моих правах Любому терпению приходит конец Мое терпение уже на исходе Прежде чем мой брат женится на Иллюминаде Уедет отсюда Мы должны будем расставить все по местам Я хочу занять подобающее мне место в этом доме Место главы семьи Сколько всего произошло, Боже мой Что будет с нами? Что будет? Мы вам советуем Беритесь терпения и ждите Он может рассказать вам нечто очень важное Этого звали Роберто Но я не знаю его фамилии А этот... Хосе Игнасио по кличке Священник Священник Неужели это один человек? Неужели это тот же тип? Амадор, пойми, я выхожу замуж за твоего брата, за Диего Но это не значит, что я тебе разонравился Не понимаю, что со мной происходит Не успеваю с тобой расстаться, как снова хочу тебя видеть С Диего С Диего все по-другому Когда он захотел близости, я не смогла Я столько раз этого желала Но когда наступил момент, я не смогла Ты была с ним? Вы уже были вместе раньше? Говори Говори Даже если так, ты не можешь меня упрекать Говори Говори Чего же я хочу на самом деле? Чего я жду, боже мой Я понимаю, вы ждете, когда умрет ваш дядя Но вы же не можете день и ночь сидеть в больнице Вы же не санитар Да, Фабито, посмотри на свое лицо Ты уже больше недели провел у постели своего дяди Это несправедливо Этот старик никогда не умрет Он снова над нами посмеется Умирает, умирает А потом возьмет, да и поправится Пожалуйста, сеньоры, поймите Мой долг быть рядом с ним Никто не поблагодарит тебя за это Я все равно Я знаю, что должен быть его в постели до самой смерти И я это выполню Я даже переодеться не могу спокойно Потому что мне кажется Что в этот момент он может умереть А мне не окажется рядом Не верь этому лекаришке Пантохе Он ничего не понимает Он уверял тебя, что твой дядя не протянет и двух дней А посмотри-ка, он все еще жив Мне все равно Я знаю, что делаю А как же наши дела, Фабито? Вы уже разговаривали с доктором Маэччо? Доктор Маэччо эксперт в капиталовложениях Он профессионал, так что Можете не беспокоиться за свои деньги Я не в надежных руках Об этом поговорим позже Алло Доктор Маэччо, как дела? Нет-нет, у меня не было дома Я весь день провел больницу Вы понимаете, что делаете, Фабио Хустер? Повторяю, вы теряете время Эти сеньоры могут узнать, как обстоят дела А в этом случае я ни за что не ручаюсь Я не хочу, чтобы у меня были неприятности Они ничего не предпримут, потому что полностью мне доверяют Потерпите немного Мой дядя вот-вот умрет Ему давно уже следовало умереть Не понимаю, как он еще жив, Донни Перфекта Похоже, какая-то внутренняя сила держит его в этом мире Практически он уже мертв Если бы мы смогли его увидеть, Димас Мы все ужасно переживаем Представляю себе, как он мучается, бедняга Вряд ли он что-то чувствует, Донни Перфекта Он без сознания А кроме того, Фабио против того, чтобы его навещали Мы должны уважать его решение В конце концов, он его единственный родственник И имеет полное право быть против Он жалкий проходимец Возможно, и так, Донни Перфекта Но он доказывает, что очень любит своего дядю Я бы в это не поверил, если бы не убедился Каждый раз, когда я вижу, как он проводит в больнице дни и ночи напролет Не отходя от постели дяди Хустина Словно, этим он может исправить все свои ошибки в отношении дяди Я наблюдаю за ним уже больше недели Практически он живет в больнице Простите, я на минутку Конечно Алло Бласина, как дела? Простите, что отрываю вас Я не хочу, чтобы вы подумали, что я что-то имею против синьориты Иллюминады и ее отца Но я не могу наблюдать за тем, что они собираются сделать Да, да, они здесь Сейчас они здесь Донни Перфекта Если бы вы знали, что они собираются сделать, если бы вы только знали Хватит, синьора, конец всем спорам Нет, синьора, вы не закрываете мне рот Я только что говорила с Донни Перфекта, и она дала мне четкие указания, как уладить это дело А кто вам сказал, что вы можете звонить Донни Перфекте? По какому праву вы жалуетесь? По какому праву? Донни Перфекта имеет полное право узнать о том, что вы собираетесь сделать И скажу вам, она очень расстроилась Настолько, что сама хотела приехать, чтобы не позволить вам продать чужую собственность Это и наша собственность Моя дочка меньше, чем через месяц выйдет замуж за Диего Она имеет полное право продать пару лошадей Не усадьбу же мы продаем, а каких-то жалких лошадок Эти жалкие лошади стоят целого состояния, и мы не позволим, чтобы вы их продавали Послушайте, это не иголка, которую можно взять без разрешения Дона Диего Именно так мне и сказала Донни Перфекта А что еще она вам сказала? Выкладывайте Чтобы вы немедленно убрались отсюда А когда приедете в поселок, свяжитесь с ней Она хочет поговорить с вами Вот что она мне сказала Именно так вы и сделаете Иллюмината и Лаурентина пытались продать лошадей? Ты уверена, мама? Именно так мне сказала Бласина Конечно, я приказала ничего им не отдавать Они совсем сошли с ума? Как они могут продавать лошадей дяде Диего? Да они просто нахалы Они не имеют права ничем распоряжаться Не понимаю, как Лаурентина Урбина решился на это Он же адвокат Это преступление Должно быть, они отчаялись достать деньги на свадьбу и на поездку Готовы применить даже сил Я просила Бласину передать им, чтобы они связались со мной, как приедут Я жду, когда они мне позвонят Тебе больше не нужно ждать Я сам немедленно займусь этим делом Амадор, не вмешивайся, пожалуйста, в это дело Я знаю, что не должен вмешиваться в дела брата Но сейчас все по-другому Похоже, тебя они не уважают Посмотрим, попробуют ли поступить так же со мной Дело вовсе не в уважении Мы не собирались использовать ситуацию Поймите, Амадор Мы поступили так, потому что были вынуждены в силу сложившихся обстоятельств Вы даже редиски не тронете на этой усадьбе, потому что это было бы воровством Никакого воровства? Деньги, которые мы получили бы от продажи лошадей, пошли бы на свадьбу Если Диегита собирается продать всю усадьбу, почему такой шум из-за двух лошадей? Я уже говорил с покупателем, он согласен, если я привезу ему этих лошадей, он даст мне хорошую цену Я знаю, Диегита не станет возражать, у нас с ним не возникнет никаких проблем Амадор, пойми, нам нужно много денег Твой брат задерживается, а мы все должны подготовить к его возвращению А вы ни о чем не желаете знать? Мы сами должны все приготовить Да, сеньор, в этом все дело Вас совсем не интересует эта свадьба, и нам приходится самим выходить из положения Поэтому мы продадим этих лошадей, я уже дал слово покупателю Мне плевать на ваше слово И если вы что-нибудь тронете на этой усадьбе, мы с матерью подадим на вас в суд Как вы смеете так с нами разговаривать? Амадор, я знаю, ты против нашей свадьбы, но ты не имеешь права угрожать нам Ты прекрасно знаешь, что можешь выходить замуж за кого тебе угодно Мне наплевать, но я не допущу злоупотреблений Мы поговорим на улице, Лаурентино Амадор, тебе не зачем разговаривать с моим папочкой наедине Мы поговорим наедине, и ты не будешь вмешиваться Я тебя предупредил, улюминато, не мешай нам Амадор, Амадор Отпустите меня, Амадор, отпустите Вы не имеете права обращаться со мной таким образом Между нами нет никаких отношений Оставьте меня в покой Старый негодяй, мерзавец Ты такая же крыса, как и раньше Это вам следует успокоиться, сеньор, потому что у нас другие отношения Ситуация изменилась, и теперь я будущий тезь Диего Даже если бы вы уже были тестью моего брата Я все равно не позволил бы вам делать то, что вам вздумается Если вы думаете, что я забыл о том, как вы меня предали О том, как подло поступили с Алисией, с моей матерью Неужели я допущу ваше новое злоупотребление? Вы ошибаетесь, это вы ошибаетесь Не в ваших интересах ворошить прошлое Если вы попытаетесь мне навредить, вам будет еще хуже Предупреждаю вас, Амадор Позвольте мне сделать то, что я считаю нужным И уйдите с моей дороги иначе Всем вокруг станет известно о вашем самопохищении Вы думаете, я вас испугался, негодяй? Сейчас ничто не помешает мне послать вас чертям И пусть все все узнают Вы меня еще не знаете, Лорентин Урбина Вы меня еще не знаете Амадор, что ты делаешь? Негодяй, я больше не желаю тебя видеть Папочка, с тобой все в порядке? Не суйтесь больше в усадьбу Иначе пожалеете И у вас возникнут большие неприятности В большей степени это касается вас, Лорентин Урбина Вы знаете, о чем я говорю Лорентин Урбина 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 Субтитры подогнал «Симон»!